здравствуйте друзья добрый вечер я возвращаюсь домой из офиса и хотел вот вам рассказать интересная значит такая фишка приключилась я рассказывал что начал разгребать два года переписки на фейсбуке на которую я не отвечал просто как бы не зная не замечая и так далее тут я заметил начал разгребать и два года назад ровно два года назад в январе там приглашение такое что вот приглашаю вас выступить там в программе это из киева значит программа называлась что-то такое там про бизнес геннадия балашова ну и два года прошло я думаю надо но я написал туда я говорю ребята я бы так сейчас нашел вот ваше это приглашение если еще актуально то у меня с удовольствием значит и тут приходит тоже фейсбуке пишут да вы знаете вот у нас другая передача и такой ток-шоу там у них называется как-то сопротивление стресс-тест там даже я не знаю в общем какой-то такой же я пошел посмотрел на ютюбе выложены там много разных это уже не вопрос и бизнеса это уже вопрос так о жизни такое политическое ток-шоу вообще за жизнь там разные темы у них разных людей приглашают ну и значит выясняется что вот темы иммиграции их интересует потому что я в политических как бы с меня толку никакого нет финансовых там должника ну вот о чем я могу рассказать но во всяком случае вот вроде бы есть интерес поговорить о вопросах иммиграции при том что и сами понимаете я не иммиграционный так как бы юрист не ничего такого так с обывательских позиций поскольку у нас эмигранты разных волн поколений каналов там и так далее в школе собираются я я так понимаю как бы свою возможность поучаствовать и это произойдет на следующей неделе дня дня пока нету ночь получается так что у них в киеве этот записывается если как нельзя какой там формата на телевидении где она с шести до восьми вечера в киеве и соответственно с 8 утра до 10 утра у нас по значит калифорнийскому времени поэтому довольно удобно то есть к 8 8 утра я встать в состоянии даже раньше там могу причесаться умыться в общем нормально могу поучаствовать и вот такая история так что я хотел вам рассказать что во первых я надеюсь что появится какая-то наш там информация на канале вот господина балашова я почему вообще вам это рассказываю потому что вот когда были выборы раду у нас на канале много было народу которые так радостно поддерживали партию геннадия балашова вот эти а называется 5 . 10 это какие-то проценты которые надо там налоги установите чтобы в стране вот с налогами было все в порядке от этого все расцветет я я так упрощенно понял и поскольку сам геннадий он предприниматель соответственно он видит решение вопросов через вот предпринимательскую деятельность через налогообложение и так далее вот у нее целая партия я так понимаю что он участвовал выборах это партия участвовала но явно им не хватило голосов чтобы послать представителей значит брату ну тем не менее во всяком случае интересно я никогда так вот не участвовал в таком живом ток-шоу меня снимали много раз российские каналы в частности когда вот президент медведев тогда еще был президентом вот он приезжал в кремниевую долину это было наверное года три с половиной назад вот и тогда снимали и со второго канала были люди из канал россия да и были с канала твц и вот те кто был с канала твц они таки сделали сюжет и мы туда попали потому что из всех остальных меня вырезали меня много раз снимали вот на протяжении лет там десяти но все время вырезали как то вот не вписывался мой образ вот как бы такой в канонический то есть я по березкам не страдал там ностальгии как-то от меня не верила ночью не вписался а тут был кусочек значит там была у них тем такая почему от сколково как это начиналось сколково и вот кремниевая долина сколково и как одно с другим там соотносится и так далее она висит у нас на канале если вы по каналу сделаете поиск на твц например вы увидите там что-то я снимал сам это у меня в доме происходило а что-то они сделали и показали передачи у меня есть фрагмент эта передача записана так что значит вот здесь как бы мама моя съемка и их ну и значит вот теперь у нас как бы украинская телевидение украинская как правильно да мои как сказать дедушки бабушки там родители которые сами выходцы в принципе с украины они всегда говорили украинская я не знаю украинка мне говорят что пройдет украинский вот я как бы в этой вилке застрял но не суть значит на украинском украинском телевидении я еще никогда не появлялся а передачи принципе русскоязычный так я то что я посмотрел там люди по-русски говорят довольно хорошо и я надеюсь что полезное такое сказать вот и я не думаю что вы там пойдете смотрите я не знаю где это смотреть но во таком случае когда запись появится я думаю что я про запись тогда отдельно еще расскажу вот наверное наверное все у меня такой что называется excitement это как-то так в новинку что-то необычный такой опыт так что я надеюсь что все будет путем счастливы ребята